Интересно, а что делают любители пляжных видов спорта зимой? Наверное, они ждут лета и грустят. А мы не будем ждать. Отправимся на пляж прямо сейчас. А сколько здесь песка? Песка здесь у нас 500 тонн. Слой его 35 сантиметров. Под песком проложены трубы теплого пола, по которым циркулирует горячая вода. У нас очень интенсивно сейчас развиваются пляжные виды спорта. Футболисты наши на сегодняшний день являются действующими чемпионами мира. Мы хотим создать еще возможность, чтобы мы это все закрепили в будущем, чтобы как можно больше детей тренировалось. Ну давайте попробуем сыграть. Становитесь друг напротив друга. На твердой поверхности большая нагрузка идет на суставы, на колени, на спину. Для детей песочек полезен тем, что предупреждает плоскостопие, лечит его, если оно уже есть. Уф, ну пляжный волейбол для нас более-менее привычный вид спорта. А что такое пляжный теннис и пляжный бандбинтон, знают немногие. Давай разберемся. Ну что, девчонки, сейчас против вас опытные игроки. Я вам даю им по валанчику. Попробуйте им посопротивляться. Бандбинтон на песке давно уже использовали в тренировочном процессе бандбинтонисты различного уровня. У нас в Петербурге мы являемся родиной бандбинтона на песке не только в стране, но и в мире. Пляжный теннис – это уже профессиональный спорт. Между прочим, наша сборная на втором месте в Европе, после итальянц, основателя этого вида спорта. Какие правила этой игры и чем отличается большой теннис от пляжного тенниса? При касании сетки на подачи продолжается игра, нет второй подачи и при счете ровно разыгрывается решающий очко. То есть игра получается более динамичная, игра производится 2 на 2. Площадка такая же, как для пляжного волейбола, 8 на 16 сетка, метр 70. Можно приходить на пляж не просто полежать, позагорать, а можно позаниматься спортом. И в принципе на любой вкус, на любой возраст, на любую физическую подготовку можно что-то подобрать. Многие люди на пляже, когда у нас проходили соревнования, думали, что это просто какое-то развлечение, любой может в это поиграть и не надо никакие правила знать. Мы рады, что люди узнают наконец-то, что это не просто развлечение, а реально серьезный спорт. Спортивное лето круглый год. Пляжными видами спорта зимой занимались Кристина Захарова и Олеся Андронова.